Субтитры делал DimaTorzok 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 это происходит очень просто так уже есть яблоко. Весна спуталась еще соседи. Дальше резкое похолодание но яблоко развивается после потом потепление в сентябре месяце запасы на свете мы имеем дело с привитыми деревьями которые резко отличаются по своим характеристикам тут два генома, которые совпали вот их где у меня Павел Троценко где у меня Павел Троценко сейчас секундочку это он прислал мне поздравления со всей России в связи с юбилеем это он нашел мы и абрикосы я чудо какое ладно, ну и не это сейчас я покажу, у нас время заканчивается а тема эта важнейшая вот она, вот это дерево волшебнику Троценко я поручил получилось так, что смотрите внимательно на крупном дереве к нему прививаем вот такое то есть на большое, меньше если, ну скорее всего так не получилось может быть, в цвете бы получилось вот его геном в виде биополя вот, плохо видно наверное, не получится это все объяснение вот и получается в конечном счете возвращаясь, где мы были получается вот такая картина чего только не бывает и я на всякий случай, чтобы максимальная польза не то, что мы поговорили все что это вопросов касается там допустим смотреть или еще несколько таких вот продвинутых людей а все касается ни в коем случае ни в коем случае летних работ в саду никаких обрезок вот дерево любую обрезку воспринимает как проклятие как ксос и начинается развитие почек которые никогда не достигнут зрелости никогда вот как это столько я насмотрелся на это чаще всего только набухает теряет морозостойкость вот и еще раз говорю эти профессиональные хозяйства с их летними обрезками осенними подлость несусветная они вообще не ведут что творят ладно идем дальше сейчас я скажу еще несколько слов вот видите близко готовые воды потом мы другую тему затронем а сейчас я обращаюсь я не знаю присутствует ты с нами ребрик Александр Алексеевич несколько слов скажу но они опять все касаются ну в общем появилась идея кто тебе и желать немного заработать кто тебе и наши с Антоном опыт который пригодится всей стране и даже людям которые готовы платить значит более обеспеченным так и вот Александр Ребрик посоветовал отказаться от моей любимой вот этой самой такой критической темы вот а просто говорить о положительном сейчас я ему отвечу этот вопрос потому что возможно вебинары так и не начнутся да там другой круг там проклинать может быть не принято эти живые питомники вот но тут же я пытаюсь как-то опровергнуть ваши слова как-то смотрите эту тему предлагайте не трогать когда мы будем общаться с питомником с сайтом зеленая стрела наверное крупная наверное авторитетная понимаете я с Антоном мы возьмемся проводить вебинары и мы а там никакой критики то есть нету их так и было написано нет не существует этих же самых подопитомников и вот чек которого я учу железом как надо посадить деревья потому что все что садится это та же классика эта классика та же гниет просто есть такое невидимое миро слезы ну может можжевельники выживают если бы он кедры посадит в доме но много ли заношивших на их а тут критиковать нельзя ладно что чек которого научил все делает правильно он посадит по железу он не будет калечить деревья он не будет переливать сильно заливать водой он не будет калечить так что они покроются этими самыми плесенью этими жуками и плей не будет все казалось бы ну все железо почитал даже заработал потом человек на рынке покупает а там же красивые эти фотографии да это мое основное я же теперь лидер окажется вообще дом 2 место помните абрикосы от академии оказалось что я давно уже лидер только я не дал вот а они накопят это все в Ленинграде в Москве а не дай бог у них же еще эти лидер ланд и все они могут даже не знать что все это замерзли 100% из тех нидерландов с которыми они сотрудничают или оттуда доставят или они купят на местных питомниках или даже по интернету вот это не тот зон и все мертвое оно мне надо это раз теперь второе я начну издали у него время дней еще ну несколько минут займем вот я начну издали когда когда-то я я хочу чтобы вы меня поняли как получается критики никакой не было я даже большинство критических этих моментов вот как сейчас помните там болезнь называют комедия течения это один из сотни моих примеров только так а когда-то я был попроще я еще не осмелился пасть разевать на всю эту самую глупость дикость вот а мне уже надо было зарабатывать и у меня было так телефон человек говорит вот я вам заплачу а вы в течение допустим часа мне все расскажите и я посажу сад это особый случай он сыграл свою роль на всю мою оставшую жизнь вот поэтому я говорю в реальном случае я сразу отказался от гонорара сразу так еще хорошо что отказался потому что я такой плевок получил я начал рассказывать как я сажаю да вот все тоже вот я не уточнял но я говорил вы на всякий случай посадите на холм если у вас там склон крутой можно без холма что вы посадите как закапывать все буквально за час по телефону я рассказал практически все что нужно знать почему потому что сама технология столько проста если не извращать то тут рассказывать то нечего мы сейчас завтра пойдем по саду я же там ни одного вот клянусь богом я уже извините меня отец Алексий просто ну гораздо можно поверить что мы не найдем там тли чуть-чуть а ведь я же ни одно миллиграмма ядохимикатов нет вообще нет так же вот а вот созревает урожай вот сейчас дерево здорово получается я ничего не делал а как же я научу людей я же могу сказать со второго года не делать и ничего а как же тогда зарабатывать деньги так же я ему целый час про это рассказывал никакой критики ну где-то промелькнул а вы там пожалуйста не обрезайте через час он мне говорит молодой парень пожалуйста вы знаете я с вами час потерял вы же мне рассказали настолько элементарные вещи а по-другому быть-то не может это же это же да только просто а что разве есть другие способы вы же мне так же и надо садить-то вы же правильно рассказали ну вы же зачем мне мне это элементарь это это же дураку ясно и вот это ну господи кто ж дурак-то я получил это дураку ясно что вот так и надо садить целый час потерял то есть получается если бы он с меня не послушал он бы взял бы сам купил или начал семечку и посадил еще все нормально все прекрасно вот и все бы росло зачем же я ему все это элементарь скажу ему в голову не приходило что на самом-то деле вся королевская вся гигантская система это тысячи книг только я тогда вот в момент так не назвал 500 тысяч экземпляров как обрезать корни уже не крону корни да вот а потом я посмотрел а у него книг то с десяток а эти же книги все были в каждой семье вот садоводческой да в библиотеках вот тогда и было все эти схемы все это дурь вот это то же самое все тоже представительное хозяйство только еще 3 миллиона декар тиражировать да ужас и вдруг красавец человек даже не понял что я ему рассказывал то чего просто он первый раз это услышал да он не читал множество книг и множество журналов как раз чистым понятием вот и теперь что получается Александр Алексеевич я к вам обращаюсь почему я сейчас у меня за несколько дней вот этих хоть у меня юбилей был но я больше 100 грамм коньякута так и не выпил за эти дни так вот то получается все мысли ну как как мне надо начинать опять эту элементаршку рассказывать да а мне вы же как говорите критиковать не надо а вся моя смотрите 90 вебинар да это как 80 лет 90 вебинар а до этого несколько десятков вебинаров а до этого 400 фильмов вот сотни статей а на чем они основаны ведь действительно еще делать не надо а я говорю говорю конечно много лишнего говорю вот а вместо того чтобы сказать начать я 4-2 часа назад через 5 минут сказать что я заканчиваю больше ничего делать не надо вот а получается что вся моя не только технология пропаганда основана на противопоставлении вот когда я говорю дырки на штампе делать нельзя я же объясняю почему я не надел и только тогда понятно а если человеку скажешь крону не трогайте и все на этом лекция закончена я все эти дни они были отравлены я пытался понять что я должен рассказывать я за полчаса уложусь начиная с семечка которую нельзя забыли надо объяснить почему где зародыш где находится где это семя доли а значит получается если я пусто брех я сказал в церковной языке там знаю я в школе проходил только почему-то это самое школьная гена спрашивает где должны быть семя доли над землей или под землей да ладно выговаривался вот эти вот сливки вот еще раз показываю вот я допустим скажу да выращивайте из семян а они возьмут у меня семена за камни мне же надо рассказать что сделать чтобы они выросли крупными тогда прививайте выросли непредсказуемыми опять надо про это рассказать и тут уже получается и 10 минут не хватит и 20 тут такие нюансы вылазят от почвы зависит зависит конечно от подвозь зависит от климата зависит чем севернее тем меньше будет это просто чудо что на одном дереве такие на остальных то два раза в минуту врать не буду вот в общем я не знаю Александр Алексеевич что мне делать я полной растерянности или отказаться от идеи или просто так же как этот винар первый 21 41 рассказывать и рассказывать надо это тем людям они сами может садить не будут у них каждого садовник есть а он вроде все кто меня слушать будет если у человека есть садовник близко не подойдет к экрану чтобы меня высушить они так все знают в общем я в растерянности ладно друзья сейчас на этом пока закончим так что там еще это опять про школу вот вон они чудеса видели нет где вы такое видите а как это получилось не ледяное яблоко вот а потом опять эта тема корней нет центрального нет ну и сади на эту на тега все дальше я пока не буду нет центральной корней никогда не будет вот пошло поехало и пошло поехало много интересных тем все